Пока идут споры, останется прославленный российский боец Фёдор Емельяненко на ринге или же девятикратному чемпиону мира по боям без правил пора заканчивать свою карьеру, сам Фёдор, похоже, готовит себе достойного преемника. 23-летний Кирилл Сидельников уже стал чемпионом мира по боевому самбо. И мало кто знает, что этот молодой боец и есть тот самый таинственный спарринг-партнёр Фёдора Емельяненко, которым так восхищаются знатоки боя. Все секреты подготовки нового чемпиона в нашем следующем репортаже. Это Кирилл Сидельников. 2 марта 2008 года 18-летний спортсмен выходит на ринг командного чемпионата мира по боям без правил в категории супертяжеловесов. В этом поединке букмекеры единогласно делают ставку на его соперника, французского бойца Мартина Солтысика. По мнению спортивных обозревателей, в этой схватке против 120-килограммового тяжеловеса у Кирилла Сидельникова шансов практически нет. Однако уже на третьей минуте происходит невероятное. Кирилл Сидельников отправляет титуловного соперника в нокал. Через год о спортсмене из России знает уже весь мир. За это время Кирилл Сидельников успел отправить в нокаут испанца Кармела Малина, Американца Джеймса Джека И корейца Йонг Ван Кима В 2010 году Кирилл Сидельников становится чемпионом мира по боевому самбо. В финальном поединке со Станаем Табаковым из Болгарии Сидельников имеет очевидное превосходство. Болгарский спортсмен словно избегает Кирилла и не решается вступить в бой. Сразу после этой победы журналисты стали называть Кирилла Сидельникова не иначе, как преемником Федора Емельяненко. Ведь девятикратный чемпион мира по боям без правил Емельяненко лично его тренирует. Впрочем, сам Кирилл признается, быть спарринг-партнером у такого легендарного спортсмена не только почетно, но временами даже опасно. На тренировках от Федора Емельяненко Сидельникову здорово достается. Однажды Федор даже сломал ему нос. Тренера Кирилла Сидельникова утверждает, несмотря на свой вес, он универсален и в отличие от других тяжеловесов очень мобилен. Кирилл способен выполнить любой захват и провести любой удар. В боевом самбо ему уже сейчас равных нет. В боевом самбо тебе приходится и бить руками, и ногами, и защищаться от ударов. И поэтому намного это сложнее. Обучиться не только броскам, а как боксер научиться бить руками и ногами. В этом есть своя определенная сложность. Кирилл Сидельников демонстрирует свой фирменный прием. Сейчас вы видите, как он идет на соперника, стараясь уклониться от ударов, а затем проводит бросок. Иду с ударами в захват и провожу прием мельницу. То есть я остановлюсь на колени. Отсюда в боевом самбо я имею право делать удержание. Я прихватываю соперника в таком положении и держу его 25 секунд лежа на спине. Именно этот прием мельницы с колен принес Сидельникову победу в чемпионате по боевому самбо. А вот так, уверяет Кирилл Сидельников, можно отразить атаку соперника и перейти в контрнаступление. Более того, этот прием подходит даже если противник намного превосходит вас в весе. Ну, допустим, соперник атакует меня правую руку, я делаю уклон и прихватываю захват. После чего я провожу бросок. Отсюда я могу сесть и сделать добивание. Но самое главное, кроме атакующих приемов, Кирилл Сидельников много внимания уделяет технике падения. Он утверждает, даже после очень сильного удара можно быстро оправиться, если правильно упасть на спину. Не падать на спину полностью, то есть горбом, а надо перекатываться. Вот я падаю и хлопаю. Также в разные стороны. Я буду падать вбок, я буду делать страховку одной рукой. Это, то есть, смягчает падение. Если упасть просто, прямо, то есть может травмироваться спина, позвоночник. А если я падаю именно когда в страховке, тогда у меня дистрамм никаких не будет. А вот так, уверен спортсмен, можно выключить соперника без особых усилий и фактически одним пальцем. Меня соперник бьет ногой. Я прихватываю ногу. И также у меня прихвачена нога. Я делаю болевые. В этом идет больше не на излом ноги, а идет здесь ахиллес. То есть, как сказать, зажим ахиллеса, то есть получается очень болевой эффект. Отчего даже соперник просто я прихватил, он уже пытается, потому что от боли. Более того, элементы боевого самбо в экстренных ситуациях может использовать даже женщина. Например, в случае, если напали сзади. Когда у женщин одеты там каблуки или какие-нибудь массивные, массивная обувь, и вас прихватывают, отсюда никогда нету достать до паховой области, можно попытаться бить в эти места пяткой. Да, это очень больная точка, то есть соперник, ну, кто сзади, он может просто от болевого шока наклониться. Наклониться, отсюда я могу продолжить движение. Можно также вот сопернику попытаться в глаза лезть, это тоже очень неприятно и болезненно. Впрочем, сам Кирилл утверждает, лично ему никогда не приходилось применять эти приемы в жизни. Конфликтные ситуации супертяжеловес предпочитает решать мирным путем. Имея такие данные, не то, что данные, имея такую базу, там, ударов, борьбы, это большая ответственность. Не то, что просто я могу, да, выйти там на улицу, победить всех, но это большая ответственность. Я могу ударить так, что человек упадет, ударится головой об землю, там, об бетон, и может, там, быть плохие последствия. Остается только добавить, что уже в сентябре Кирилл Сидельников полетит в США для участия в боях без правил. И кто знает, может быть, бойцовская карьера Кирилла окажется не менее стремительной, чем у его венциносного учителя. Запомните этого парня. Его зовут Кирилл Сидельников.